Уууу! Попет простенький, слабенький. На данном агрегате его хватает за глаза, так понижение 1 к 6. Это достаточно много. Формально мотовездеход «Роман» относится к внедорожникам, поэтому организаторы зарегистрировали его на гонку, а фортуна под яркими лучами февральского солнца на предстартовой жеребьевке распорядилась так, что именно этому необычному транспортному средству выпало право совершить круг почета в честь предстоящей 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Среди участников были как новички, так и бывалые гонщики. Это определенного рода спорт, это все-таки автоспорт, это драйв, это адреналин, это хороший праздник, прекрасный день, прекрасное времяпрепровождения, праздник, знакомство с новыми людьми, как говорится, себя показать, на других людей посмотреть. А подивиться было чему. Например, вот этот переделанный УАЗ. Его смело можно было назвать расширителем трассы. С самого старта внедорожник начал форсировать высокие снежные обочины. У меня мотор стоит В8, поэтому слишком оборотистый, не убирался в трассу, слишком резво брал он. На помощь застрявшим внедорожникам приезжал их лучший друг фронтальный погрузчик. Его водитель, кстати, не менее лихо преодолевал заснеженную трассу. А самая главная борьба развернулась между автомобилями Jeep Grand Cherokee Александр и Ивана Нащекинах и модернизированным ГАЗ-69А Антона Прохорова. После первого этапа лидером считался Александр Нащекин. Он проехал круг за 1 минуту 38 секунд. Прохоров отставал от него на 3 секунды. Третьим был сын Александра Иван. Он промчался по трассе за 1 минуту 44 секунды. На втором этапе Нащекин-старший ухудшил свое время, преодолев круг за 1 минуту 51 секунду и выбыл с призовой тройки. Иван потерял всего секунду, но этого хватило, чтобы занять второе место. Третьим стал Александр Икунин на автомобиле УАЗ. В первом заезде он показал время 1 минуту 55 секунд, а во втором промчался на 5 секунд быстрее. А победил в итоге Антон Прохоров. В обоих заездах он показал одинаковое время, минута и 41 секунда. Мы работали над данным автомобилем. Самый интересный данный автомобиль 1960 года выпуска. То есть довольно старый, самый старый автомобиль. Над этим работали механики, над этим работали. Мы своими руками собрали этот автомобиль. Победа молодому узковчанину досталась за счет упорства и опыта, несмотря на его юный возраст. Первый круг дал понять, где газу подать, где убавить. Но не получил все время лучше на втором круге. Но все равно показали неплохой результат. И, как отметил Антон, приятно было победить на ретро-автомобиле, чьи собратья не раз вручали наших дедов на фронтах войны. Продолжение следует...